Эй, Стин, ты будешь снимать кейсы или что? Чё там засел в телефоне? Да чувак, отстань от меня, пожалуйста, хоть на неминуту, понимаешь? Но это реально охеренная вещь. Смотри, понимаешь, понимаешь, чувак? Он даже не лагает, смотри. Клёво, да? Много ли ты видел телефонов, которые лагают сейчас? Ну да, например, там... Ну-ну. Ну много телефонов, которые лагают, понимаешь? Да-да, конечно, конечно, я всё понял. Но всё-таки, чё ты так к нему сильно привязался, объясни мне? Ну пойми, выглядит как Sony Xperia, да и по функционалу примерно такая же, 4 ядра и всё такое. Экран вообще, муа, загляденье, если бы у меня было бы желание, я бы даже с ним переспал. Да и цена этого телефона вообще невысокая, в принципе, если экономить на обедах в школе, можно даже накопить на него. В легкую, кстати, это я не шучу. Поэтому не мешай мне, пожалуйста, я поиграю ещё немножко тут. Просто охеренно всё. Да и камера довольно неплохая. Так, а где ты его достал? Давай тогда я потом тебе напишу, где я его достал. Ты идиот, я всевываю, что я в фантазии, мы с тобой увидимся первый и последний раз, ты потом мне не сможешь её дать. А, ну тогда давай я оставлю, короче, ну, ссылку в описании, там, под видео посмотришь. Скажи мне честно, а ты совсем идиот? Я же тебе говорю, я просто в фантазии. Какая мне нахер разница, боюсь твоей проблемы, чувак. Эх, похер на себя, про кейсы хоть не забудь. А, точно, совсем забыл, спасибо, ты вот для этого мне и нужен, чтобы напоминать мне, когда надо начинать. Грёбаный идиот. Иди нахер. Всем привет, с вами я, Стинт, и это новое открытие кейсов. Сегодня у нас в нашей программе телепередачи, что я несу, будет 8 Брайткаут и 8 Феникс-сундуков. Думаю, сегодня нам будет что-нибудь действительно охеренное. Я всегда, кстати, так говорю, вам не кажется? Ну, что бы там ни было, поехали. Начнём, думаю, с Феникса. Ну, потому что Феникс, по-моему, типа эксклюзив, так сказать. И впадает первым жеитовым у нас сержант. Хэнде привет, сержант. Молимся не знаю кому. Я хочу Азимов. Честно, хочу Азимов. Статтрек Азимов было бы неплохо. И проматывает у нас статтрек Фамос. Сержант дают нам обычный Фамос. Ну что, я всегда мечтал о двух Фамосах, причём они одинаково даже качество. Слушайте, если сейчас вы будет третий, я буду крайне удивлён. Новый антиковряд не выпадает, выпадает нам Капрал. Сержант, Капрал. Ах, генерал только не хватает. Вам не кажется? Прилетает АК-47 и ещё раз прилетает АК-47 и выпадает нам Капрал. Уже два раза подряд выпадают, как бы, вещи два раза подряд. То есть, сначала сержанты выпадали, теперь Капралы выпадают. Очень продуктивно, я скажу вам. Где-то на белом свете завис у меня Контра. Что это за хрень? Почему зависаешь ты сейчас именно? Я не понимаю. Выпадает Ниги в почву. И, видимо, мы сейчас получим два Ниги в почву подряд. Что? Крутится, крутится наш барабан. И в этот раз... Близок! Неплохо, скажу я вам. Немного поношный Стартрек Юсуп Страж. Блин, я, наверное, даже заменю его на свой Орион. Несмотря на то, что, конечно, Орион выглядит намного круче. Но всё-таки Стартрек все дела. Может быть, продаун. Но пока что это самая лучшая вещь, которая у нас сегодня выпала. Я сказал, слишком неплохо. Правда, АК-47 прилетает на какой раз? Почему ты зависаешь, мать? Это меня подбешивает слегка. Признаюсь, слегка. Стартрек Тег Девитс. Песчаная буря выпадает. Будем ли я, если сейчас выпадет что-то вроде АК-47 хотя бы. Ну, хотя бы. Еще один Юсуп Страж. Я был бы не против. Давай-давай-давай, чуть-чуть. Красавец. Ну что? Фениксы мы прошли достаточно неплохо, я скажу вам. То есть, ну, бывало и хуже. А здесь, считай, как бы, Стартрек Юсуп. Кстати, я не знаю, сколько он стоит, надо будет потом посмотреть. И два сержанта. Конечно, не окупилось, но не так уж и все и плохо. А теперь у нас есть 8 ключей операции Рейткаут. Я, честно говоря, очень хочу, чтобы выпал Бутерфляй. И для того, чтобы, ну, просто понтоваться. Ибо, кроме этого Бутерфляя вообще не нужен. По мне, он выглядит крайне ужасно. Ну, правда, что там анимация прикольная. Когда там крутишь, все дела. Ну, вы поняли меня. Пролетел нас Дзигл. И сейчас у нас, похоже, выпадет муха. Муха-пучина. Синяя штучка. Видите, он блестит. Надо, короче, подводить к этим зрачкам. Точнее, к зрачкам, вот этим бликам. Мышку. И потом неожиданно нажать. То есть, когда он будет. Сейчас, подождите, сейчас. Опа. Так, смотрите, делайте так. То есть, все это время, пока накрутится, и выпадет ножик. Я, я вам просто вытверждаю. Он не выпал, да? Да, он не выпал. Это плохо. Энники-бэнники ехал в вареньки. Энники-бэнники-бук. Вышел веселый табк. Сюда. Не знаю, теперь. Ехал греко... Вот просто сейчас, смотрите, читалочка. Вычитаем, кое-что оно выпадет. Ехал греко через реку, сунул греко в руку рак, рак за воидом, реку в пуджа, хук за воида, греко джаггер. По 7 выпадет, смотрите, это просто, ну, с процентов. Утверждаю. Ну, был близко, по крайней мере. Выпадает по 2007, по 2000, точнее. Почему сказал 2007? Как же я хочу вернуться в 2007, наверное. Блин, как же мне сегодня не везет, мчала муха и тому подобное. Вот у меня стоит, сколько сундуков-то у меня осталось. Вообще, то есть, два сундука Брейткаут и два сундука Летний Евроспорт 2014. Как же это прикольно звучит. И ножа до сих пор нет, серьезно. Мне за все время выпадало только два ножа. Один раз Керамбит, когда я даже не снимал это. И второй раз, вот, ну, вы видели сами, вы видели ролик, все дела. Пока что мне он не может выпасть. Попадает при этом какая-то хрень. Вот сейчас, например, выпал мне Асирис. Кстати, закаленный в боях, судя по всему. После полевых, ну ладно. Давай, давай, давай. Ты сможешь. Я верю в тебя. Коровый тигр выпадает. Хочу напомнить, что сейчас только что, как бы, начало месяца. И я только сейчас, то есть, получил, можно сказать, деньги. И смог купить ключи. Если сейчас опять их сру, это будет очень эпично. Ладно. Ладно. Поехали. Статтреклок. Статтреклок это неплохо. Это, сука, не ножик, блядь. Сука, не ножик это. Ладно, ребят, на этом все. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, оставлять ваши комментарии, подписываться на канал. И, разумеется, гулять. Но гулять надо просто. Погода сейчас стала лучше немножко. Удачи, пока.